Домашнее задание Можно было пользоваться самыми разными методами решения Ну вот здесь у меня представлен метод решения Такой для меня самый простой и удобный Это метод бисекции Или деление пополам интервала, на котором находится корень Почему? Потому что, во-первых, функция очень хорошая Гладкая, там все производные существуют Корень понятно более или менее где находится А главное, почему для меня этот метод хорош Потому что очень удобно понять, когда действительно мы достигли нужной точности Вот многие люди пробовали какой-нибудь другой метод использовать Ну, например, прямой метод итерации или метод Ньютона По-хорошему, там надо доказывать, что действительно Необходимая точность достигнута тогда, когда выполняются некоторые условия Потому что, ну, для разных функций, вообще говоря, это может быть по-разному Доказательства иногда даже представляли Ну, по крайней мере, ссылки на известные факты делали Ну, скажем, о том, что метод Ньютона сходится квадратично при условии, там, некой гладкости производной Вот И это хорошо Некоторые никаких доказательств не представляли И, в общем, это, конечно, минус Я пока оценку не особо снижал за такие вот мелочи В общем, считаю, что мы все-таки учимся в основном программирование на языке Haskell Но как-то вот неприятно Уж если вы действительно решаете задачу И хотите найти корень с заданной точностью Значит, вы должны быть уверены в том, что действительно корень найден с заданной точностью В связи с этим меня тоже очень неприятно поразили тесты Вот тут очень у многих, на самом деле, в качестве тестов Было просто предложено, ну, вот, несколько вариантов вычисления Приближенного вычисления корня уравнения с разной степенью точности Замечательно Но Как доказать, что найденные значения действительно отличаются от истинного значения корня Вот не больше, чем на заданную невязку Можно найти каким-нибудь другим способом корень уравнения И сравнивать с истинным значением, найденным, ну, скажем, надежным способом Хороший способ Надо только чтобы способ был надежный Способ поиска Ну, там, не знаю, вольфрам альфа Или Своя собственная программа на другом языке Меня уже как-то немножко настораживает больше В этом смысле Хотя это, конечно, и другой способ Нахождение корня, но, может быть, не такой надежный Можно Но я бы сказал, что Так, а чего Чего проще? Если корень отличается от истинного значения корня Не больше, чем на заданную эпсилон Значит, на концах интервала r-epsilon, 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 где r, найденное значение корня Функция хорошая, гладкая, непрерывная Должна принимать значения разных знаков Вот это и надо проверять, на самом деле, в тестах Пожалуйста, проверяйте в тестах то, что вам надо проверять Вы же в первую очередь пытаетесь убедить себя в том, что ваша программа правильно работает Ну Комментировать, собственно, здесь практически нечего В этой программе и в этой задаче Способ Метод нахождения корня С помощью бисекции Я эти решения выложу в ближайшее время на сайте Можете посмотреть поподробнее Здесь я полагаюсь на то, что я точно знаю, что функция cos x-x Убывает на промежутке, где есть корень И, значит, на левом конце промежутка значение функции больше нуля На правом конце меньше нуля Ну, может быть, стоит обратить внимание Здесь есть локальные определения Локальные определения некоторых переменных Ну, в данном случае m и fm Во-первых, они все могут ссылаться друг на друга, все локальные определения Здесь вот m определяется через a и b, а потом fm через m И заданную функцию f В этом смысле можно сказать, что все эти определения могут быть взаимно рекурсивны В каждом из них может быть обращение к любому другому локальному Почему это все работает, мы, надеюсь, на этой лекции рассмотрим более подробно Тут на самом деле много есть разных причин, почему это работает Ну, вот немножко мы сегодня об этом, я надеюсь, поговорим Что еще тут можно сказать по этой задаче? Не знаю Все остальное тут, по-моему, совершенно просто Ну, вообще немножко о том, когда стоит вводить вот такие локальные определения Ну, практически всегда Если только выражение, которое вы используете в правой части Действительно используется в уравнении несколько раз Ну, вот m здесь два раза используется Значит, имеет смысл ввести локальное определение fm, ну, fm, может быть, здесь и нет, всего один раз используется Может быть, можно было написать здесь просто f от m Это, с одной стороны, экономия чернил С другой стороны, возможно, это экономия времени работы Хотя и не обязательно, потому что это зависит от того, как компилятор или интерпретатор работает Если он достаточно умный, он может и понять, что одно и то же выражение не обязательно вычислять несколько раз Если он глупый, то он все-таки будет это проделывать действительно несколько раз с маниакальным упорством Но дело даже и не только в этом Метод copy-paste всегда плох Плох тем, что если у вас в разных местах одной программы, одной функции, где угодно встречаются одинаковые выражения Значит, если вы где-то допустили ошибку и потом пытаетесь что-то исправить Или просто хотите немножко изменить вашу программу Вам придется вносить исправление в несколько мест И вот это главная причина того, что не надо допускать того, чтобы в разных местах программы были бы одинаковые подворожения Ну, настолько, насколько это разумно, возможно, настолько, насколько это не приводит к тому, что программа становится, может быть, хуже читаемой от того, что вы слишком много таких вот локальных определений делаете Про комментарии чуть-чуть Я уже говорил, пожалуйста, комментируйте ваши функции Комментируйте ваши функции Чем больше вы комментируете, тем мне легче проверять Иногда бывает трудно очень проследить за мыслью другого человека Облегчите мне, пожалуйста, жизнь Поясняйте, пожалуйста, что должны делать ваши функции Хотя бы смысл аргументов и какой должен быть результат у этой функции Честное слово, это не очень много я у вас прошу Если я не смогу понять, для чего ваша функция написана и как она работает Я вот просто буду возвращать, снижать оценку и говорить, что непонятно Постарайтесь, пожалуйста, чтобы было все понятно И то же самое касается локальных определений Ну вот здесь я поленился, наверное, зря сделать дополнительные комментарии Но вообще-то тоже было бы неплохо здесь поставить два минуса и написать середина интервала Чтобы не соображать, что это такое А плюс Б пополам и зачем это нужно Ну, значение функции в этой точке, наверное, тут уж совсем нечего комментировать Просто потому что, ну и так понятно Конечно, то, что и так понятно, комментировать не нужно Ну вот зачем сделано то или иное почисление, то или иное выражение написано Пожалуйста, комментируйте Ну это общий принцип такой программирования для кого-то, а не только для себя Да и для себя-то потом тоже забудете и не сумеете вспомнить, что же надо было Зачем вы так написали? Это часто случается со всеми программистами профессиональными и малопрофессиональными Не ленитесь, пожалуйста Ну вопросов, наверное, тут нету Какие тут вопросы? Вторая задачка, она такая немножко поинтереснее Вычисление максимального Не максимального, а последовательности максимумов Из трех соседних чисел в списке Есть список и нужно Для каждой тройки соседних чисел Вычислить максимум и поместить на место среднего элемента Ну за исключением крайних позиций Тут было большее разнообразие в решениях Разные методы применялись Вот здесь представлено решение Такое достаточно простое решение в лоб То, что называется Рекурсивное Вполне, на мой взгляд, нормальное решение Я видел несколько подобных решений Меня они вполне устраивают Основное уравнение здесь Вот это вот рекурсивное уравнение Где есть три числа Два из них это элементы списка Х и Y Третье число Это Некоторый предыдущий элемент Который приходится отдельно держать Затем я вычисляю максимум из этих трех чисел М, Х и Y И после этого Продвигаюсь Вперед к окончанию списка Х, первый элемент, становится предыдущим Т Хвост списка Начиная со второго элемента Становится Исследуемым списком Когда мы доходим до конца А конец в моем случае Это список из одного элемента Вот такой образец Это вполне нормальный образец Не обязательно писать Х двоеточие Пустой список Можно написать вот так вот Х в качестве единственного элемента Это тоже нормальный образец Когда дошли до конца То вычисляем максимум из двух элементов По-моему достаточно простая функция получилась Ну и после этого Она вызывается Несколько искусственным таким способом В качестве предыдущего элемента Перед первым Я беру просто сам первый элемент Для вычисления максимума из трех Это вполне нормально Это вот рекурсивный способ Здесь никаких нету функций высших порядков Кстати сказать В первой задаче тоже почти ничего такого нет Единственное почему Предыдущая задача про корень Заслуживала название задачи На функции высшего порядка Это потому что там Функция для которой ищется корень Передавалась в качестве аргумента Здесь в этом решении вообще никаких функций высшего порядка нету Но я хочу рассмотреть на самом деле Другой способ решения И выяснить насколько он хуже или лучше Ну он во-первых короче Это конечно некий плюс Во-вторых он не такой самоочевидный Это его минус Что тут делается? Здесь я пытаюсь первым делом Составить из одного списка сразу три Сдвинув этот список на один элемент влево И на один элемент вправо Чтобы сдвинуть список на один элемент вправо Я на самом деле добавляю в его начало Первый элемент этого списка И вот здесь вот Head S Двоеточие S Это образование из списка Того же самого списка Но сдвинутого вправо Ну первым элементом становится какой-то другой Здесь мне удобнее Просто продублировать первый элемент списка Ну по той же самой причине По которой это было в прошлой задаче Для того чтобы максимум можно было считать удобно Сдвинуть влево список Сдвинуть влево список чуть сложнее Потому что надо продублировать последний элемент списка До последнего элемента списка Во-первых надо добраться Во-вторых надо чтобы присоединить его Надо построить список заново Вот эта конструкция Tail S Плюс плюс Последний элемент Last S На самом деле требует Ну строго говоря Двукратного прохождения списка И построения нового Только для того Чтобы сдвинуть список влево на один элемент Но зато получив вот эти три списка Я могу применить функцию zip3 Взять вот эти три списка И получить список троек элементов Потом из каждой тройки элементов Я могу взять максимум И для этого у меня вот эта вот функция используется Это лямбда выражение В качестве параметра Такой вот образец Картеж из трех значений Это как раз элемент вот такого списка Который был получен Функцией zip3 Ну и затем опять же считается максимум из x, y и z Ну тут у меня специальная функция Введена max3 от x, y, z Которая считает максимум из x, y, z Может быть не надо было ее вводить Но вот ввел такое обозначение удобное Ну и вот если эту функцию применить Последовательно ко всем элементам полученного списка Map Мы в общем получим как раз результат То что хотелось Лучше это или хуже чем предыдущее решение Ну мне оно больше нравится по многим причинам Во-первых потому что оно не рекурсивное И это означает что у умного компилятора Опять же есть больший простор для того чтобы распараллелиться Ну например функция zip3 Совершенно не обязана Обрабатывать список Или списки последовательно Хотя в библиотеке конечно именно так zip3 и определена Она в принципе может делать это параллельно Если позволяет архитектура машины Если компилятор такой Это все может происходить и параллельно Ну и мэп тоже самое Мэп тоже может параллельно работать Таким образом в принципе Несмотря на то что здесь вот есть Такой источник неэффективности Лишний просмотр списка и построение списка Может оказаться что на самом деле Это решение даже лучше Можно возразить еще что Вот ну по памяти здесь хуже Потому что мы здесь строим Лишний список А в том решении предыдущем Рекурсивном никакой лишний список Не строился Был исходный список и был результат Мы просматривали исходный список и строили результат Больше ничего промежуточного не строилось Но тоже не знаю Дело в том что списки в Хаскел И вообще в функциональных языках Вещь такая довольно легковесная Довольно просто строить Фактически все равно Завели вы лишнюю переменную Или вы завели Новую глобальную ячейку памяти Присоединили ее к списку Вещи совершенно сравнимые По своим расходам Если в вашем решении Вы все равно На каждом шаге рекурсивного вызова Заводите какие-то вспомогательные переменные То в общем это примерно То же самое Что если вы Завели лишний список В который все эти переменные сложили Список вещь недорогая Поэтому говорить о том Что здесь как-то вот Напрасно расходуется память Я пожалуй бы тоже не стал Нету здесь никакого Напрасного расхода памяти Ну Подобных решений было мало Хотя были Или были идеи Такие Кто-то даже вот явно написал Что вот я мог бы Вот решение подобного Подобно этому предложить Но оно малоэффективное Поэтому предлагаю рекурсивный вариант И предложил рекурсивный вариант Ну опять же разумеется Я приму оба варианта И буду считать их правильными Тут все хорошо И можно Можно говорить о том Что лучше что хуже Это дело вкуса каждого Хотя постепенно Мы будем стараться Двигаться в сторону Как раз вот нерекурсивных Функций От рекурсивных Вопросы есть? Да По производительности В константу Это действительно хуже То есть Аппроксимация получается В принципе та же самая Я не уверен Что Это на самом деле Менее эффективно Да вы проходите Три раза По одному и тому же списку Но Вы можете Один раз пройти по списку Но при этом На каждом шаге Делать Ну какие-то Может быть Более сложные вещи А можете Три раза пройти по списку Но при этом На каждом шаге Делать простые вещи Когда В константу Раз Хуже Решение Я не уверен Что он на самом деле Хуже Надо считать Ну да Да Согласен Согласен На самом деле Количество операций Здесь и там Практически одинаковое Списков здесь На один больше Почему на два Ну мы там Один из дополнительных списков Которые мы достраиваем Он на самом деле Никакой памяти лишней не берет Если я присоединяю Просто голову К списку Хэйдатэс Присоединенная к эс То на самом деле Никакого нового списка Не строится Так что тут По памяти все хорошо Вот когда мы Действительно Выполняем плюс-плюс Вот тут да Тут хочешь не хочешь Придется перестроить Список заново Я еще раз повторюсь Смотря что мы экономим Это решение мне нравится Больше всего потому Что оно Короче И в каком-то смысле Более Функциональное Что ли А вот А вот Предыдущие решение Такое вот Больше ориентированное На традиционное Программирование Может быть В промышленном Программировании Я предпочел бы Первый вариант А в учебных целях Может быть Я предпочту Вот этот второй вариант Давайте вот на этом Остановимся Потому что Надо считать Проэффективность Да Функция zip И функция zip3 Формируют список Длиною Кратчайший Из длин Аргументов Как только Хотя бы Один Список Заканчивается Так zip3 Прекращает работу И zip Точно так же Работает Которые С двумя списками Да Поэтому здесь Действительно Списки получаются Чуть-чуть Разной длины Но тем не менее После zipования Список получается Длины Ровно такой же Какой был исходный Когда создаются Новые списки Когда не создаются Давайте я нарисую Вот у вас был Некий список Который конечно же В памяти Представлен Как обычный список То есть Со ссылками Ну фактически На самом деле Тут элемент И следующий За ним Голова и хвост Все таки В тень лучше Хорошо Могу зажечь Свет Может быть Это будет лучше Так Да Проектор больше Не отражается Сейчас я зажгу Свет Вот пусть это Список S Дальше я Выполняю Следующую операцию Образую Список Head S Двоеточие S Что при этом Происходит Head S Это что-то То что Хранится Здесь вот В голове Тот элемент Который Здесь хранится Я Его беру И присоединяю К списку Head S Двоеточие S Это вот Такой список При этом Старый список S Остается Без всякого Изменения С ним Ничего не происходит Да Появился еще И новый список Вот этот Вот Но старый список Входит Входит В его состав Никакого Нового списка Здесь не строится Этого делать Не нужно Теперь вторая ситуация Я говорю Что я беру Хвост Списка И присоединяю К нему С помощью Операции Плюс Плюс Что-то Ну в данном Случае Last Last От S Что в этом Случае Происходит Если я Присоединяю С помощью Плюс Плюс Это означает Что мне Придется Скопировать Все элементы Вот этой Первой части ТЛС Значит Я беру Вот этот Хвост Копирую Все элементы Этого Хвоста И после Этого Добавляю К нему Еще один Список Образованный Вот этот Одноэлементный Список Образованный Таким Вот Вот это Новый Список В его Состав Старый Список Не входит Он Никак Не может Войти Если Я Вдруг Тут Чего-то Попытаюсь Присоединить Сюда В конец Это Испортит Мне С Это Испортит Мне Этот Список Таких Операций Не существует В функциональном Программировании Которые Что-то Меняют Меняют Содержимое Какой-то Существующие Ячейки Можно Что-то Скопировать И добавить Но Нельзя Ничего Изменить Поэтому Как только Мы пытаемся Что-то Присоединить В хвост Списка Так Эта Операция Сразу же Порождает Копирование Всех Элементов Вот Почему Я говорю Что Там Действительно Один Список Новый Пришлось Построить Ну Вот Столько Ячеек Памяти Лишних Зарезервировано Сколько Было В исходном Списке Минус Один Насколько Это Плохо Опять же Ну Не Хуже Чем Если Зарезервировать Ровно Столько Переменных Например В процессе Рекурсивного Вызова Если Там Резервируются Такие Переменные Но Они Тоже Резервируются Память Под Сам Сам Список Вот Этот Еще Раз Повторюсь Это Очень Дешевая Вещь Очень Все Сделано Тут Как бы Сказать Легко И Просто Ну Ладно Последняя Задача Была Список Строк Нужно Построить Новый Список Из Тех Самых Строк Но Взятых Через Одну А Из Каждой Строки Выкидывается Каждый Второй Символ Ну Прежде Всего Я Считаю Что Нужно Было Конечно Определить Одну Единственную Функцию Которая Выкидывает Каждый Второй Элемент Из Списка Неважно Что из себя Этот список Представляет Строку Из символов Или Список Строк Или список Чисел Или Еще не знаю Не знаю Что Вот здесь Функция Рем Не думать Если Если В исходном Аргументе Есть По крайней Мере Два Элемента То Я Первый Оставляю Второй Выкидываю И после Этого Рекурсивно Применяю Эту функцию К хвосту Без Первых Двух Элементов Если В списке Остался Только Один Элемент Или Вообще Ни Одного Тогда Срабатывает Второе Уравнение И просто Этот список Не изменяет После Того Как Эта Функция Есть Я Должен Ее Применить Ну Не Два Раз На самом Деле Много Раз Во-первых Я Должен Применить Ее К каждой Строке Списка И во-вторых Должен Выкинуть Из Списка Исходного Каждый Второй Элемент Здесь Запись Вот Эта Пока Еще Должна Быть Непонятна Это Я Не Досмотрел Потому Что На самом Деле Мы С Вами Еще Не Готовы Читать Вот Такие Записи На самом Деле Это Должно Было Бы Выглядеть Чуть Чуть По Другому Я Мог Бы Написать Это На самом Деле Таким Образом Рем Ремов Иван Если У Меня Есть Исходный Список Строк То Мне Нужно Выкинуть Из Него Каждый Второй Элемент То Применить Функцию Рем Рем Иван К Этому Списку То Что Получится Это Список Содержащий Исходные Строки Через Одно А А потом Каждый Каждый Из Них С Помощью Меп Применить Ту Самую Функцию Рем Иван Ну то есть На самом деле Это Фактически Суперпозиция Там Вот Эта Точка Это На самом деле Означает Суперпозицию Функция Рем Иван Это Просто Суперпозиция Двух Двух Таких Вот Функций Вопросы По этой Задаче Да Ну я Еще раз Говорю Что Пока Непонятно Да И Давайте Считать Что Если Непонятно То На самом Деле Там Написано Вот То Что Здесь Написано В Этой Строчки Я Расскажу Да Расскажу Вот Надеюсь На этой Лекции Сегодня Последняя Какая Вот Эта Она Означает Что Если Аргумент С Не Удовлетворяет Предыдущему Образцу То Результат Работы Функции Это Сам С Предыдущему Образцу Удовлетворяют Все списки Которые Имеют По крайней Мере Два Элемента Вот Не Срабатывает Эта Функция Только В том Случае Если Аргумент Не Содержит Двух Первых Элементов Это Значит Что Список Либо Пустой Либо Содержит Только Один Элемент В этом Случае Ничего Делать Больше Не Надо Надо Оставить Этот Список Как Есть Сработает Последний Шаг Да Функция Рем Рем Иван Работает Для Любых Списков Неважно Из чего Они Состоят Выкидывая Каждый Второй Элемент Из этого Списка Если Этими Элементами Являются Списки То Самими Этими Элементами Функции Рем Иван Ничего Не Делает Ничего Из них Не Выкидывает Никак Их Не Портит Она Просто Работает С этим Внешним Списком Поэтому Если Вы В качестве Аргумента Рем Иван Даете Список Ну Скажем Из Одного Там Какого То Вот Такого Списка То В результате Выполнения Рем Иван Рем Иван Поймет Что Это Список Из Одного Элемента Неважно Какой Он Первое Из Уравнений Не Сработает Сработает Второе Уравнение Результатом Применения Будет Тот Же Самый Список Просто Ничего Не Будет Сделано Ну Если Вопроса Больше Нет То В прошлый Раз У Меня Осталась Одна Один Недоконченный Вопрос Мы Только Начали Говорить Про Функции Высших Порядков Рассмотрели На самом Деле Одну Функцию Мэп И Больше Ничего На самом Деле Надо Было Бы Рассмотреть Больше Функций Высших Порядков И Вот Я Сейчас Попытаюсь Закончить Про Это Очень Важный Пример Стандартной Функции Пусть У Нас Есть Некоторый Список И Пусть Мы Хотим Сейчас Одну Секунду Я Тут Забыл Одну Вещь Сделать Поехало И Пусть Мы Хотим Сделать Вот Что Я Хочу Тоже Последовательно Как и в Случае Мэп Обрабатывать Элементы Этого Списка Но Не Оставляя Список А Сворачивая Его То есть У меня Есть Некая Бинарная Функция Ну Скажем Плюс Есть Некоторое Начальное Значение Ну Скажем Ноль И Я К каждому Элементу И Текущему Значению Применяю Бинарную Функцию Получая Тем самым Новое Значение Ну Вот В данном Случа У меня Есть Начальное Значение Ноль Я Беру Последний Элемент Списка Одиннадцать Применяю К этим Двум Элементам Функцию Плюс Получаю Результат Этот Результат Теперь У меня Является Неким Новым Значением После Чего Я беру Следующий Элемент Списка И Снова Применяю Функцию Плюс К этому Элементу И К получившемуся Результат У меня Получается Некий Новый Результат Можно Сказать Что Я Вставляю Бинарную Функцию В данном Случа Плюс Как Бинарную Операцию Между Элементами Списка Иногда Еще Эту Операцию Называют Операцией Вставки Бинарной Функции Между Элементами Списка Иногда Функции Свертки Иногда Функции Редуцирования Reduce После того Как все Элементы Списка Будут Обработаны У меня Получится Результат Разумеется Я хочу Чтобы Это Можно Было Проделывать Для Любой Функции То есть Я хочу Написать Функцию Высшего Порядка Для Которой Вот Эта Операция Бинарная Была Бы Аргументом Ну вот Например Если у меня Зерно Это Пустой Список А бинарная Операция Это Присоединение Элемента Что у меня Получится В качестве Результата Такой Обработки Получится На самом деле Исходный Список Ну вот Копия Потому что На самом деле Я Вставлю Вот эту Операцию Двоеточие Скобки Здесь Исключительно Для наглядности На самом деле И так Все Происходит Справа Налево На этот Раз И в результате Получится Копия Исходного Списка То что И было Ну вот Вот эта Функция Высшего Порядка Она Стандартная Называется Fold Fold Это Вот Как раз Сложить Согнуть Глагол Это означает Что функция Работает Справа Налево То есть Начиная С правого Конца То есть С последних Элементов Списка У нее Аргументы Бинарная Функция Которая Получает Элемент Списка И некоторые Значения И вырабатывает Новое Значение Второй Аргумент Это Начальное Зерно С которого Начинается Построение Дальше Сам список Ну и Результат Который Получится После того Как все Элементы Будут Обработаны Ясно Что если Список Уже Пустой То Ничего Делать Не надо Начальное Значение Является И заключительным Значением Элементов Списки Нет Обрабатывать Нечего Если Списк Не пустой Тогда Первым Делом Я Рекурсивно Применяю Ту же Самую Функцию К хвосту Списка Собираю Все Элементы До Первого После того Как я Получил Результат Свертки Хвоста Я Применяю Вот эту Функцию Функ К первому Элементу И к этому Результату Это Рекурсивное Определение И Возможно Если Вы заглянете В исходные Коды Библиотеки Стандартной Библиотеки Хаскела То Вы Можете Увидеть Что-то В этом же Роде Хотя На самом Это Может Происходить И Быстрее Чем Последовательная Обработка Хотя Конечно Здесь Возможности Таких Гораздо Меньше Тут Операция Должна Быть Специфической В общем Случае Не Избежать Последовательной Обработки При Свертке Тут Хочешь Не Хочешь Придется Последовательно Обработать Все Элементы Списка Вообще Говоря Ну Вот Действительно Если запустить Мы получим Исходный Результат Foldr Это Библиотечная Функция И Вот В качестве Операции Я могу Передать Просто Плюс В скобках Если мы Знак Бинарной Операции Заключаем В скобки Он превращается В обычную Функцию Которую Можно Применять К чему-то Передавать Куда-то Ну В данном Случе Мы передаем Этот плюс В качестве Аргумента Без Скобок Это Неправильно Потому Что Это бы Означало Что Мы хотим Foldr Сложить Если мы Хотим Просто Плюс Как операцию Передать Заключаем Плюс В скобки И Тогда Уже Передаем Куда угодно Что хотим Делаем Foldr И Map В совокупности Являются Очень Сильным Средством Программирования Ну Вот Одно Из Факториала Вот Такое Мы Вставляем Знак Умножения Между Элементами Списка От Единицы До Н Начиная С Начального Значения Единица В результате Получается Действительно Факториал Опять Можно Поговорить О том Насколько Это Решение Эффективно Или Неэффективно Тут Бросается В глаза Прежде всего Что мы Вот Строим Некий Длинный Список От Единицы До Н Нужен Ли Он Нам Не Является Ли Это Лишним Ну В Каком То Смысле Да Мы Действительно Резервируем Память Под Н Элемент В Строим Близних Список Да Но На самом Деле Этот список Действительно Может быть И не будет И не будет Построен Реально И дело Даже Не только Чтобы их Перемножить Построили мы Из них Список Или нет Мне кажется Что это На самом деле Не очень Существенный Вопрос Вряд ли Этот список Будет Такой Длинный Что Вот Если Мы Его Так Вот Возьмем То У нас Не знаю Там Память Переполнится Вряд ли Вы будете Считать Факториал Очень уж Большого Числа А То Что Действительно Эти Числа Образуют Список В какой То Момент Это Совершенно Не страшно Поэтому Я Опять же Призываю Не Пугаться Вот Подобных Конструкций Здесь Факториал Выражен Очень Коротко И естественно И Нерекурсивным Способом Я говорю Что Факториал Это Результат Перемножения Чисел От Единицы До Н Все Это Нерекурсивное Определение Факториала И Вот Меня Оно Здесь Устраивает Вполне И Работает Это Достаточно Все Быстро Еще Один Пример Использования Функций Мэп И Фолдер Теперь Уже Вместе С Мэп Функция Которая Ищет Элемент Е В списке Точнее Говоря Определяет Есть он Там Или Нет На самом деле Тоже Такая Есть Стандартная Функция Называется Она Кстати Не Серч Называется Она ЛМ Я Здесь Немножко По-другому Ее Назвал Есть Стандартная Функция ЛМ Которая Проверяет Является Ли Е Элементом Списка Ну Вот Здесь Она Названа Серч Как Она Работает Ой Как Она Работает Во-первых Во-первых Я Ко всем Элементом Списка Применяю Функцию Которая Сравнивает Аргумент То есть Элемент Списка С Е Если я Применю Этот Мэп Ко всем Элементам Списка Я получу Новый Список Состоящий Из логических Значений True Или False True Если элемент Совпал С Е False Если Не Совпал После этого Мне нужно Выяснить Есть ли Среди Элементов Получившегося Списка Хотя бы Один Хотя бы Одно Значение True Хотя бы Одна Истина Для этого Я могу Свернуть Этот Список С помощью Операции Или В качестве Начального Значения Взять False На всякий Случай В качестве Бинарной Операции Операция Или Две Вертикальных Черты Это Логическое Или Как и Везде Как и Много Где Вот В результате У меня Получится То Что Я Хотел Ну Вот Например Я Хочу Определить Есть Ли В списке 1 2 5 7 11 Значение 5 Проверяю Есть ли Там Такой Элемент Давайте Посмотрим По шагам Как Это Работает Первым Делом Я Смотрю На На Определение Функции 1 2 5 7 11 Применяется Функция Map Которая Каждому Элементу Применяет Вот такое Сравнение Х Равно 5 Ну Понятно Что Получится Получится False False True False False В результате Применения Map Ну Тут Я По шагам По отдельным Не стал Расписывать Ну В результате Применения Map Вот Это Получится Ну Ладно Попробуем Двигаться Дальше Применения